Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, 12 июля. Сегодня у меня на столе для дегустации самые-самые интересные томаты. Вот сейчас я расскажу про зеленую тайну личинки и про двухцветный ананас. Ну, конечно, по одному, начну по очереди. Зеленая тайна личинки. Редкий коллекционный сорт. Как я уже говорила, что перевод есть всякий, загадка мистера Граба. Это зеленая тайна личинки. Я заказывала на сайте именно под этим названием зеленая тайна личинки. Но я в каждом видео буду указывать оригинальное название, которое на нерусском языке. Номер 361. Отличительная черта картофельный лист. Вообще в теплицу у меня вписался он очень хорошо, никому не мешает. Прекрасный, метр 30, метр 40, не больше полтора метра вырос. Он компактный. И вот такие вот эти вот красивые томаты как-то, какого-то, я не знаю, какого они цвета. Изумрудно-зеленые или янтарно какие-то зеленые. Ну, короче, зеленые с желтым отливом снаружи. И очень сложно определить, когда они поспеют, нужно трогать. Вот как только мягкие становятся. Похож на малахитовую шкатулку. Я вот специально очистила, смотрите. Внутри мякоть киви. Мякоть киви и вкус. Немножко похож на какой-то фруктовый. Он сладкий, ароматный. И необычный для томатов вкус. Очень приятный. Я вот сейчас попробую, но я уже пробовала. Я уже могу сказать вам просто так. Но семян не очень много, видите. У него сплошная мякоть. Я столкнулась с проблемой, что почти у всех сортов, которые редкие, коллекционные, которые хорошие, дорогие, они очень малосеменные и очень сложны к разведению. С одной помидорки буквально несколько семечек. Но вкус, конечно, незабываемый. Вот это зеленое мясо, такое не очень, не аппетитное на вид, но очень вкусное. Вообще этот томат называют одним из самых лучших зеленых сортов. Вот это номер 361. Зеленые тайны личинки. Сейчас сравним с ананасом. Так, теперь когда попробовала уже и зеленую тайну личинки, и вот этот двухцветный ананас, я и тут поела, и тут. Я вот в видео про ананас уже говорила, что зеленая тайна личинки мне больше понравилась. Потому что здесь совсем без кислинки. Такой он просто сладкий вкус, как бы больше десертная направленность. А вот этот, у него тут и кисленькое, и сладенькое. Но вот прям вкус, как у киви. Мы же киви, когда едим, оно же не только сладкое. Но нам и нравится то, что там и кисленькое, и сладкое, все вместе. И вот именно такой вкус очень похож на вкус киви. Гармонично сочетается и кислиночка, и сластиночка. Вот эта тайна личинки мне понравилась больше. Хотя название про личинку не нравится. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok